Всем привет, с вами Тед, и сегодня я покажу вам уникальный способ, как играть за протаса против зерга в StarCraft 2. Это очень крутая стратегия, просто супер крутейшая и очень необычная. То есть, если вы искали какой-то новый способ, как играть против зерга, если вы устали от стандартов, если вы хотите уникальную, интересную и креативную стратегию, то вы попали по адресу, и сейчас я вам покажу, как ее реализовать. Итак, начинается все очень просто, как обычно у нас пилон, но заметьте уже, пилон у нас ставится не как обычно на стеночку, да, на второй базе. У нас ставится пилон у нас на первой базе и ставится так, чтобы сделать по итогу глухую стенку. У нас идет пилон гейт, буст в Nexus, затем у нас идет газ, еще один газ обязательно, и после этого газа мы идем ставить гейт. После этого гейта пробка, которая его ставила, убегает, убегает аккуратно, чтобы ее не нашли, убегает кругом, и ее задача поставить потом, 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 потом пилон где-то плюс-минус по центру карты. То есть, на карте оксид, к примеру, это можно сделать вот здесь, это достаточно удобно, но на других картах можно где-то и вот тут, и вот тут, то есть, ну, подальше, поближе к себе. Не нужно стараться поставить прокси как можно ближе к сопернику. Когда гейт доделся, ставим кибернетку и насыщаем наши газы сразу же, и ставим пилон один на главной базе. Вот, пробка таким образом у нас аккуратненько спряталась, и ставит пилон. Вот, и мы начинаем с того, что мы бустим двух адептов, то есть, один буст у нас идет в Nexus, два буста у нас идет в гейты на адептов, и ставим Twilight сразу же, то есть, два адепта Warp Gate Twilight. Два адепта бегут через всю карту, следующие, потом, как только мы можем себе позволить, заказываем еще двух адептов. Эти два адепта у нас идут ралли-пойнтом уже к нашей пробке, то есть, они будут ее защищать, и пробка, как только пилон достроился, ставит батарейку. Кто угадал? Вот, батареечка поставлена, адепты бегут вперед, то есть, их задача сейчас не давать зергу спокойно идти и мешать нам здесь. Здесь батарейка нам здесь критически важна, чтобы не могли зерлинги прийти и начать нам, собственно, убивать вот это место. Это место важно. Как только у нас адепты добежали, они кидают тень на главную базу, и их задача убить как можно больше рабочих. Самое главное, рабочие. Если вы сможете убить хотя бы четыре рабочих, то уже шанс того, что алл-ин, это, естественно, алл-ин, удастся очень высок. Если отдадите адептов, скорее всего, зерк сможет отбиться. Вот, это важно, почему? Потому что сейчас вы отстаете от зерка по рабочим, но убив четырех рабочих, вы выходите вперед, если он их перестанет строить. Потому что зерк уже дошел до нашей базы, и ему хочется перестать строить рабочих, да, то есть ему хочется уже начать строить армию на защиту. И самое важное сейчас убить ему рабочих. Смотрите, получается, еще строим двух адептов, а здесь мы добавляем два гейта. Естественно, в это время мы делаем Twilight Upgrade, да, на адептов. Вот, как я смог сюда забежать? Как я смог забежать? Все очень просто. Мы приходим, кидаем тени на главную базу, видим, что он отправляется лингами бежать за тенями, и мы резко меняем направление, резко меняем направление. И идем, первый дрон, второй дрон, третий дрон. Убегаем от лингов и бежим, бежим нападать. Пытаемся убить еще и линга, но это не обязательно, лучше убегать, так вы минимизируете урон, который получают адептов. Вот, считаем, три дрона есть, четыре дрона есть, все, почти победили. И пятый дрон, это уже такой прям, ну, довершающий. И шестой дрон, все, то есть мы теперь впереди на четыре рабочих. И сейчас Зерк вместо того, чтобы делать армию на защиту, уже делает, естественно, дронов, чтобы немножко восстановить число дронов. Вот, мы здесь позади в это время делаем два гейта, и дальше все, дальше все просто. Мы продолжаем делать адептов, заказываем еще два, то есть в сумме у нас восемь адептов из гейтов выходят. Все они идут сюда, и на карте Оксид, к примеру, я люблю разбивать эти камни. То есть мы не спешим идти убивать Зерга, нас все устраивает на данный момент. Мы просто бьем, 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 бьем камни. Вот, уже Зерг к нам прибежал, попробовал что-то сделать. То есть, ну, здесь у нас в любом случае, если что, можно поставить батарейку, отсюда постоянно выходят адепты, доварпать можно. Короче, не проблема, если Зерг начал забегать. Вот, ну, так он не бежит, все окей. В 4.30 ставим робо, почему? Если там тараканы, да, то есть если там сейчас будут тараканы, Ваша задача начать делать имморталов и сделать один варп с энтрей. Вот, адептов мы не отдаем против тараканов. Но, так как мы убили 5 рабочих, тараканов там много быть сейчас никак не может. И посмотрите, что мы делаем. В 4.50 вот этой армии 14 адептов мы бежим и просто нападаем на Зерга. Он здесь предпринял такую попытку. Типа, я, скорее всего, с адептами сражаться не смогу. Я буду убивать здесь вот эту вот всю постройку. Мы, естественно, для этого здесь так вот плотно все и ставим, чтобы можно было вот сюда наварпать адептов, вот сюда и защищаться. Тем временем, смотрите, мы нападаем, убиваем плетку, и 14 адептов очень быстро убивают все. Посмотрите, как быстро убиваются королевы. Просто 2 залпа и королевы нет. Ну и наша задача убивать плетки по возможностям, дронов. Ну, то есть вот это все убивать. 4 таракана нам никак, то есть нас, ну, не смогут убить. И вот здесь, смотрите, как раз батарейка защищена. Адепт между батарейкой, адепт тут. И 2 адепта спокойно защищают вот эту локацию. Тем временем, пока 14 адептов здесь просто убивают королев, лингов, рачей. То есть Зергу очень тяжело отбиться. И, ну, этот стиль реально работает. Я взял его у Грандмастера 6000 ММР. Очень прикольный стиль такой. Интересная, креативная стратегия. Поэтому работает везде, на любых ММРах, ребята. Пользуйтесь. Халявный ММР за протаса. Только вот эта страта. А с вами был Тет. Надеюсь, понравилось. Пальцы вверх ставим. Подписываемся. Колокольчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok